Как-то я говорю, там недостаточно вежливо, может быть, недостаточно еще как-то. Вот пишут мне, молодцы, единички полетели, единички, молодцы, солнышки мои. Все делают тортики, и это хорошо. Привет ВКонтакте, мы начинаем трансляцию сегодня ВКонтакте и в прямом, и в Инстаграме одновременно. Сегодня мы будем делать с вами торт достаточно простого дизайна, достаточно простой по декору. Будет мне так стоять, интересно? Прям даже интересно, будет у меня стоять. Не будет у меня так ничего стоять? Как мне будет опять стоять? С этим стоянием вечно какие-то проблемы. Так, вот это мы убираем. Я думала через компьютер зайти. Через компьютер, короче, не заходится вообще. Как заходится, через что, непонятно. Вот, молодцы, молодцы. Кто смотрит меня в ВК, не пугаемся землетрясению. Это я всего лишь пытаюсь настроить, как оно будет меня видно, как оно будет меня слышно. Там лучше, конечно, видок. Так, в Инстаграме, если что, на всякий случай вид лучше. Вот, поэтому буду работать на две камеры. Постараемся все сделать, все успеть, чтобы всем было понятно, всем было хорошо, всем было видно. Там, кстати, прикольно, у меня там такие лампочки, такие над головой. Там видно лампочки, видно, видно, видно лампочки. Ну что, дорогие мои, сколько у меня? Целых два человека в эфире, это прям, прям жесть. А зато в Инстаграме, зато много, замечательно и хорошо. Да, вижу нолики, вижу, да, вижу единички. Кто присоединяется ко мне в прямом эфире в ВК, дорогие мои? Вот, да, соответственно, как с компьютера в эфир выходить? Камиль, ну это вот как бы, хочешь меня отвлечь сейчас? Отвлеки, пожалуйста, да, я сейчас с тобой пообсуждаю. Зачем мне в прямом эфире про декор торта рассказывать, да? Вот, надо же меня сейчас отвлечь с этим, да, чтобы, ну мало ли. Мало ли, вдруг я сейчас как бы в таком настроении замечательно, вообще сейчас что-нибудь расскажу суперское. Да, 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 вот. Нет же другого времени у нас, как сейчас это сделать, правильно? Да, да, мне дают советы о том, как сделать лучше. Вот и советы мне больше всего нравятся, когда они уместные. А когда они неуместные, блин, и не вовремя уж, мне ничего не держится. Вот, то это как бы не гуд. В любом случае, рада всех видеть, рада всех слышать. Я не знаю, как мне установить второй телефон. Я не знаю, как мне его установить. Он у меня не держится. Он не хочет, он сейчас будет садиться. Ну и будет садиться, и ладно, в конце концов. Ничего страшного. Правильно, сейчас тогда я сделаю все-таки компьютер, на компьютер его поставлю. Вот. Вот так вот. Расскажи стихотворение Пушкина, расслабься. Добрая публика, добрая. Да, ВК вообще этим отвечается. Да, добротой своей хорошей. Зато более контактный. Вконтакте, как показал вчерашний опрос, нас в Инстаграме ставят больше лайков, но меньше ставят, что я приду. Вконтакте наоборот, на лайки, короче, громадный такой, как сказать-то прям, как сказать, жаба не то слово, да. В ВК лайки это вообще не ставят. Там 60 еле-еле пост набрал с лайками, зато очень много приду. Проверим сегодня, придут все те 300 человек, которые отметились у нас в Вконтакте, придут ли все те 200 человек, которые отметились у нас сегодня в Инстаграме. Мне прям даже интересно, кто будет. Итак, 2 секунды. Еще подождем, да, наверное, минут 5-то точно. Вот, 5-то точно подождем. Вот, соответственно, что нам надо с вами сделать? Что нам надо с вами сейчас разобраться? Зачем мы вообще пришли на этот прямой эфир? Это самое главное. Цель, цель-то какая? Зачем мы сюда пришли? Что мы тут будем делать? Вот, соответственно, наша цель с вами достаточно простая. Разобраться с простым декором торта. И вы понимаете, что я, как педагог, да, могу вам это объяснить в одном единственном случае. В одном, если вам это реально нужно. Если вам это реально нужно, если вам это как бы необходимо, ну, в какой-то там такой степени. Вот. И здесь большой вопрос уже к вам. Соответственно, дорогие мои, я же не просто так попросила вас единички, нолики поставить, да, там кто делает уже торты, кто не делает торты. Большой вопрос к вам, да. То есть, ваша потребность какая? Насколько вам нужно, насколько вам нужно. Эфир, кстати, спрашивает, сохранится или нет. Вот. Он сохранится и в Инстаграме, но на сутки, и в ВК он сохраняется навсегда. То есть, навсегда он попадает в группе видео. И в ВК в этом смысле выгоднее, конечно, хотя качество там обычно хуже. Вот я сейчас по картинке смотрю. В ВКонтакте хуже, чем в Инстаграме. В Инстаграме картинка лучше. При этом при более-менее одинаковых телефонах. Вот. Ну что, в принципе, уже у нас там по 30-40 человек собралось. Это хорошо. Вот. Да. И я хочу немножко, да, вернуться к тому, что я тут начала рассказывать, зачем мы здесь сегодня все собрались, что вам от этого нужно и так далее, да. Я буду вам сегодня рассказывать, как делать простой декор торта, потому что вы все как-то уже так более-менее печете. Как-то более-менее печете, как-то что-то делаете уже, и это хорошо. А еще меня радует, когда я что-то рассказываю, какие-то вопросы мне начинают задавать. Да, дорогие мои, давайте я остановлюсь. Да, я отвечу на все вопросы. Да, не ждите от меня сейчас ответа. Я не могу так мгновенно переключаться с темы, которую я рассказываю, на те ваши вопросы, которые вы отвечаете. Но вопросы задавать можно просто чуть-чуть, чуть-чуть в другое время. Вот. Отвечу в другое время. Итак, дорогие мои, зачем мне сегодня здесь с вами собрались? Вы должны сегодня впитать, впитать, как делать простой декор торта. Я так понимаю, что в Инстаграме все-таки аудитория смотрит меня чаще, чем ВКонтакте. ВКонтакте больше новеньких, правильно я понимаю? Вот. ВКонтакте среагируйте, пожалуйста. Кто меня видит первый раз, напишите нолик, пожалуйста. Кто меня уже видел, напишите единичку, чтобы я примерно понимала, сколько у нас, кто меня видит, сколько новеньких, так скажем. Так вот. Ваша задача впитать. Ваша задача впитать, посмотреть и понять, зачем. Потому что вот это зачем, это, наверное, самое главное вообще, ну, не знаю, как бы в мастер-классе, наверное, вот так вот. Потому что вы же понимаете, вот смотрите, да, в ВК почти все нолики, вы же понимаете, что наверняка вы уже сохраняли себе миллион рецептов, посмотрели тысячи мастер-классов и еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И скажите мне честно, из того, что вы сохраняли или там что-то делали, Сколько из этого вы делали реально? Сколько вы из этого делали реально? По правде. Сколько вас дошло до того, чтобы не сели, открыли видео, которое вы бесплатно скачали или за 100 рублей 100 рецептов и прям начали делать? Скажите мне, часто много было? Много это было вообще? Я обычно бесплатно видео скачала, положила в папочку, в компьютере и всё. И мне хорошо. И мне хорошо. Я всё скачала. Мне кажется, я как будто бы это уже умею. Вот это моё личное мнение. Поэтому будет результат от мастер-класса только в одном единственном случае. Да, если вы это делать будете, если вы будете это делать, это как любые мастер-классы, да, и все такое прочее, как мне говорят, Оля, я купила у тебя мастер-класс, декор торта, но у меня ничего не получается. Я говорю, отлично, что ты делала, ничего? Я говорю, в смысле, у меня ничего не получается? Я говорю, ты сделала там запланированных там 60 уроков? Нет, почему? Не получается. Я говорю, отлично, попробуй сделать. Она так, на 20-м говорит, Толь, слушай, получается. Я говорю, надо же, то есть вывод-то какой? Если делать, получается, если не делать, то само собой не будет получаться. Понятно? Понятно, да, логика моя? Вот, дорогие мои, реагируйте, там может мне углу писать, углу, углу, ага, или там что-то такое замечательное, я люблю вообще, когда я реагирую, но это понятно и так. Итак, моя задача сейчас, да, как преподавателя, сделать вам две вещи. Первое, рассказать по правде ту информацию, которая заявлена, как делать простой декор торта. И второе, рассказать, кто я такая и зачем я провожу мастер-классы. Тут не будем абсолютно лукавить, никто вас бесплатно учить не будет. Вы же это понимаете и таким, все понимают, да, что никто бесплатно работать не будет вообще. Я хочу есть, мои дети хотят есть, аренду надо оплачивать и все такое прочее, да, ну, тут как бы не надо, да, вам врать, да, что, о, я бесплатно работаю, я такая, блин, бескорыстная и так далее, и так далее. Вот, что это такое? Да, я этого не, ну, как бы не собиралась вам брать. Так вот, так вот, секрет здесь в том, что все бесплатные мастер-классы, которые вы смотрите, это реклама, и сейчас это тоже реклама. Меня как преподавателя, школы как преподавателя, да, то есть там рецептов, чтобы вы видели, как я разговариваю, как я выдаю рецепты, да, какие у меня ученики, как чего и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вы это посмотрели, да, и приняли для себя решение на тот вопрос, зачем, самый первый, на который мы отвечали, да, вообще оно вам надо или нет, вообще вам интересно ли выпечка, и будете вы этим заниматься или нет, что вам вообще по жизни, ну, как бы вот хотелось бы от этого, да, потому что я все-таки всех абсолютно мотивирую на сладкую жизнь, на тортики, на, не знаю, какое-то удовольствие, на лайтовую жизнь, чтобы все было легко, все было в кайфе. Спасибо огромное за сердечки, кстати, мне очень приятно, когда летят сердечки, прям серьезно, очень приятно. Именно поэтому, сейчас скоро закончим вступление, все скоро закончены, да, именно поэтому сегодня вы думаете, да, когда вы это будете делать, что вы это будете делать, то, что я сегодня показываю, применять обязательно. Ну, кто не умеет, я понимаю, что большинство пришли вообще на меня посмотреть, правильно я понимаю? Вот, будет блог, я поотвечаю на вопросы, вот, да, остальные же пришли, соответственно, посмотреть, район какую-то информацию получить в записи или не в записи, или еще в чем-то таком, вот, да, понятно, это отлично, я так понимаю, что в ВК очень мало народа вообще обо мне знают, поэтому два слова, я очень быстро, очень быстро расскажу о том, что вообще я из себя представляю, инстаграм весь ждет, весь инстаграм ждет, а я пока, знаете что, я пока поразминаю какую-нибудь мастику, вот, пока у меня инстаграм ждет, потому что мастику-то надо разминать, вот, это-то необходимо сделать, вот, и какую я мастику поразминаю, вот эту вот оранжевую, наверное, я и поразминаю мастику, итак, итак, вам, наверное, не видно, но это не важно, в принципе, да, мы сегодня поговорим и о мастике, и обо всем таком, меня зовут Ольга Патрокова, я делаю торты с 2009 года, это 10 лет уже, 11 год пошел, потому что в 2009 я их уже делала, да, я не скажу, что я лучший в мире там какой-то кондитер, нет, пусть это вас, ну, как бы не пугает сейчас, да, потому что по правде я хороший, замечательный кондитер с огромным опытом, с огромным опытом построения бизнеса, вот, да, и здесь я всегда своих учеников настраиваю на то, что вам надо все, что вы видите в интернете, подстраивать под себя, понимаете, да, то есть все, что вы видите в интернете, надо подстраивать под себя, и первое, с чего вы должны начать эту подстройку, с преподавателя, вам надо найти преподавателя под себя, опять же, если вам нужны торты, конечно, если вам торты не нужны, то ничего не надо подстраивать, да, ну вот, вам надо найти преподавателя под себя, и тут бы я дала несколько рекомендаций а вот что вам желательно помните вот это зачем зачем это вам дым дым вам надо найти преподавателя того кто умел и умеет делать то чтобы вы решили как умеет делать то что вы хотите научиться понимаете меня то есть то и я сейчас вам сейчас я объясню к чему это я делаю все то есть если вы хотите дома делать вкусные тортики для своей семьи кого ребенка аллергия там на то-то и насета и вас там еще при этом пятеро детей 8 мужей 3 собаки то скажите пожалуйста а кто лучше справиться с этими рецептами кто для вас будет больше авторитет молодая девушка 18 лет которая отлично делает торты она все свободное время до посвящает она такая классная красивая все супер да или такая же как вы да мама которая тоже 8 детей 5 мужей и 8 собак понимаете которая при этом успевает ее рецепты адаптированы под те задачи которые перед вами тоже стоят они по времени там у ребенка такая же аллергия не все рецепты адаптированы под это понимаете меня то есть надо найти человека который занимается тем же самым а вот дальше я буду говорить про рецепты что их тоже надо адаптировать под свою духовку под свои инструменты под свои какие-то там не знаю там чтобы под продукты под свои да под свой вкус вообще-то а лео мужчины это едим на вот да и еще важный момент что так стоп с преподавателем и начали и по преподавателям сейчас в данном случае данном конкретном случае по преподавателям я должна вам рассказать что я занимаюсь ко мне надо идти ко мне надо идти ко мне ну надо идти и я специалист в делании тортов на заказ понимаете мне да я умею делать торты на заказ при этом у меня небольшое производство это заказные торты индивидуального дизайна это небольшое производство где-то до 100 тортов наверное в месяц на 150 максимум при той технологии которую я хорошо знаю понимаете меня дата это ну что как только переваливает цифра больше технологии меняются например у меня есть знакомые разделиться это такая кондитерская достаточно известная в москве они делают 300 тортов в день и тоже на заказ у них тоже заказные торты 300 300 тортов день значит как они пекут я как пику но я как пику взяла смешала все поставила в печку достала там кружочки там все дела там все сделала значит как они пекут них ванна ванна а замешивают и в ведрах таких огромных таких таких как как не знаю как что как бочки наверное замешивать и в ванну выливают это все мы ванными крем дальше приходит у них соответственно кондитер который там ходит по ваннам и смотрит мне там такой-то заказ там прислали шоколадный то деду шоколадная ванна идет он с с формой которая покажу как выглядит вырубка называется вот у меня на разъем на них не так чтобы разъем на то найдет такая ищет шоколадный ванну хрена такая туда залезла в эту ванну и вытаскивает такая круглый торт уже сразу надо и квадратно на там вырезала в ванне прям то есть понимаете меня я так это делается я не специалист я специалист делать тут и на заказ дома делать торты на заказ дома том что мне пишут пишут ли что все пропустила а вот а а именно то есть я умею что искать клиентов дома я умею строить а производство дома и амми στη маленькая производстве нет дома опять же где-то до 100 ч в месяц больше не умеет там другие же там другие поставщики то есть там же другие технологии там других мастеров надо искать там больше потока другие процессы производственные другие процесс а другая система чего ты должна быть и все немножко другой это я не умею у меня вода у меня нет там аллергиков но я работаю с аллергиками по аллергик когда я в общении низкокалорийная выпечка например по мне видно там я вообще не мистaurais конечно ко мне идти делать торты на заказ дома спокойно и знаю все сложности который написал как будет муж спать под два миксера там там и так далее так далее так далее вот это вот я все знаю понимаете вот в этом случае есть ко мне смысл идти и упаси вас господь идти куда-нибудь где там не знаю какой там тоже 20-летний человек не будем называть сейчас имену да да рассказывает вам рассказывает вам как делать торты на заказ когда он их не делал понимаете вообще ни разу понятия не имеет как их делать сегодня слова заканчивать понимаете меня да ну то есть да и там может быть очень красиво может быть красиво видео шикарная студия там еще что-то ты смотришь такой думаешь господи ну конечно не там техники полная стена как я буду дома вот такое вот делать а вот спрашивают меня да а но не буду говорить имена да ну короче понимаете меня вот в это вот это важный момент я же учу и я у меня такие процессы и у меня такие рецепты для которых нужен один миксер одна плита один миксер одна плита ничего там такого нет сложного ли там еще как все элементарное простое как бы обычная домашняя техника обычный холодильник вам его не видно на обычный холодильник я бы купила наверное миксер купила потом холодильник ну то есть в первый год своей работы вот он до сих пор у меня lg большой двухкамерный и так далее тогда это нет find me down а вот да в контакте можно мне вопросы задавать можно пишите мне пожалуйста не переживайте на все вопросы чуть попозже я отвечу не да не мучаетесь и так но вроде похвасталась всем да замечательно кто доживет до конца получит у меня подарок ну кто до конца мастер-класса доживет это хорошо да получит у меня подарок подарок не прям подарок подарок нет нет не Не прям такой небольшой подарок получит от меня, небольшой подарок, а именно скидку на мастер-класс, плюс подарок, плюс то-то-то-то-то, да, надо дожить для этого до конца или промотать потом, когда вы в записи смотрите. И такие, ага, ага, вот оно. Говорю сразу, подарок действует в течение суток, всего лично, в течение суток воспользоваться будет этим спецпредложением. И после этого, и после этого, и после этого, и после этого, да-да-да, уже все будет хорошо. Так, давайте перейдем к нашим баранам. Мы сегодня с вами должны научиться делать красивый торт элементарными методами. Что это такое? Что такое элементарными методами? Это значит, вы не умеете лепить, это значит, вы не умеете ничего делать вообще там, особо печь тоже не умеете. Вы научились делать какой-то там три торта, один торт, три торта. Сколько-то научились делать тортов? какое-то небольшое количество научились делать тортов, ничего еще больше не умеете, вот, соответственно, понятно, да, понятна задача, да, но вам уже хочется делать красивые торты, извините, ругаюсь, нехорошо я ругаюсь, вообще ругаюсь, да, бывает, вот, понятно, вам уже хочется, и тут до меня недавно, вот буквально дня два назад дошло, что, блин, у меня нет таких курсов, понимаете, у меня нет таких курсов, которые бы учили делать простые элементарные торты, у меня есть, он живой курс, называется торт от Адыя, там много выпечки, там прям, там все, там основы того, основы всего, я много рассказываю по дизайну, простому дизайну, но это большой курс, он достаточно сложный, то есть он как будто не просто так, знаете, там 5 секунд и все получилось, ничего подобного, он как бы реально сложный, вот, дайте-ка я на зарядку, вот этот телефон сейчас поставлю, у меня что-то я переживаю, что он мне сейчас как отрубится, как отрубится, вот, да, и вот ему опять стоять негде, да, ну пусть он так вот будет здесь, вот, вы меня видите, да, как бы камера тоже нормально, получается, вот так вот, как не видеть, сейчас опять, короче, помучаемся с этой, с камерой, помучаемся, ничего страшного, вот, да, и в этот момент, вот в этот момент, да, то есть я понимаю вдруг, вот, что, как бы, вообще-то есть куча декоров, который я даже не рассматриваю, что для меня это вообще элементарно, что делать-то, что там делать-то, что там делать-то, и тут до меня дошло, мне человек спрашивает, что, я хочу вот такие торты, начать, я говорю, что там делать-то, взяла, навтыкала все торт, и тот мне говорит, ну, как это тебе, навтыкала тебе торт, а мне не торт, мне не навтыкала, у меня тут все сложности на каждом этапе, а это как, а это из чего, а это куда, торт, вы все это видели в рекламе, вот об этом торте шла речь, мне это вообще, ну, Ну, то есть, простейший торт, что там делать вообще? А ей реально сложно, ей реально сложно. Я поняла, что надо делать такой курс, я буду онлайн, скорее всего, такой записывать, но сейчас по онлайну. Все-таки у меня больше задача переключиться на тех людей, кто уже делает потихоньку торты на заказ, да, и немножко их там по... Как считать, как продавать, как мотивировать себя и так далее, потому что большие проблемы с мотивацией. Нет, все-таки не видно так ничего, пусть так вот стоит. Вот, если что, потом местами поменяю просто и все. Понятно, то есть, большая проблема с мотивацией, прям реально очень большая проблема с мотивацией. Вот, то есть, тяжело, реально, вот недавно мы разговаривали с моим педагогом, с Аташей Алексеевой, тоже очень хороший кондитер, вот, и она говорит о том, что, Оль, блин, ну реально столько планов, столько планов, а я понимаю, что я себя заставить не могу встать с кровати там, ну не с кровати там, ну что, заставить сделать себя не могу. Да, это к чему? То есть, ты как бы такой себе все придумал, а ты валяешься на кровати. И в этот момент ты думаешь о том, что надо выйти из зоны комфорта, надо же там что-то начать делать, чтобы были новые, считаешь, этих мотиваторов, у которых там должны быть новые результаты, чтобы были новые результаты, надо выйти из зоны комфорта и все такое прочее. Вот, так вот, дорогие мои, чтобы выйти из зоны комфорта, надо попасть сначала в эту зону комфорта, и потом только будет все хорошо, иначе хорошо не будет. Понятно вам? Ну, короче, поругалась. Оля, утро началось бодренькое, это самое главное. Ты спрашиваешь про продолжительность мастер-класса, будет в течение часа мастер-класс, потому что у нас Инстаграм не поддерживает больше. Поэтому сделаем так, или же ВКонтакте, может быть, там продолжим, если мало ли, мало ли, там, например, затянется, хотя мы должны уложиться, конечно же, потому что, еще раз, да это простые торты, нечто там делать-то, они элементарные, там вообще ерунда, честно, сейчас вам будет ерунда. Итак, предполагается, что… Да, все, приступаем к мастер-классу. И первое, что я вспомнила, что мне надо взять посуду. Итак, 2 минуты 30 секунд выдыхаем, готовимся к тексту. Сейчас я буду рассказывать, сейчас пойдет, пойдет, зажато, сейчас пойдет, мясо пойдет, сейчас все пойдет. Итак, подразумевается, что мы с вами. ВКонтакте говорят, как вас найти, Международная кондитерская школа, Международная кондитерская школа, забивайте, найдете меня ВКонтакте, да, также на нашем сайте oldryschool.ru, вот, есть ссылки на все соцсети, мало ли, ну мало ли, мало ли, вдруг, да, также в Инстаграме есть у меня, называется, ссылка в профиль, она переходит на топ-линк, там тоже есть ссылки на все аккаунты, вот, поэтому вы должны найти. Вам же, опять же, говорю, что надо, о, Валентина говорит, что я крутая, да, да, хвалите меня, хвалите, да, ну, короче, да, инстаграмы odryshop.ru в одно слово, odryshop.ru и odry через y, odryshop.ru в одно слово, да, если, ну, мало ли, вы-то отсюда-сюда хотите, отсюда-сюда перейти, ну, мало ли, я-то вас вижу одинаково. Итак, ну, как я поняла, короче, весь мастер-класс я буду ходить туда-сюда в поисках, не в поисках, а собирая всевозможные инструменты со всей, со всей студии, потому что у меня, по правде, вот, вот отсюда, вот досюда, вот так вот полностью все за моей спиной, все в инструментах, да, оно везде так заныко, ну, заныко, на вам-то не видно, вам-то кажется, что я тут стою такая одна. Там, по правде, 500 человек, нет, это шутка, вот, да, ну, то есть, как бы, итак, как-то вы печете торт, торт, как-то вы его печете, печете его, вы уже его печете, вы испекли торт, смотрите на него и думаете, господи, быть или не быть, вот в чем вопрос, украшать или не украшать, так сожрать его, господи, что делать, думаете вы. Смотрит на него. Может, у нас такой получился. Может, окей получился. Еще какой-то. Неважно. Как делать ровные торты. Мы на другом курсе проходим. Но я так думаю, что вы уже молодцы. Начальный хотя бы курс. Все у меня же прошли, наверное, уже. Ровные торты научились делать. Ну, или у кого-нибудь. Прошли курс. Вот, смотрит на них, быть или не быть. В чем вопрос? И тут, соответственно, я вступаю в такая. Итак, дорогой мой кондитер, помню о том, что короче, весь декор тортов делится на две большие кучи. Две большие кучи. Первая куча называется вид сверху. Вторая куча вид сбоку. Итак, какие? Мы сегодня вид сбоку проходим, кстати. Сверху, если мы сверху смотрим на торт, сверху смотрим на торт, да, то все, декор ягодами, малайзийская техника, декор с шоколадом, кремовые какие-то пульки, это все вид сверху. Он бывает, по правде, всего трех типов, больших типов имеется в виду, с разными разновидностями. Это большая гора, хора, надо взять так и взял, большая гора, раз, да, большая гора, ягоды любят, большая гора, все. Там потеки, не потеки, тоже не важно, есть потеки, плюс они там ягоды насыпались вниз, большая гора, легко делать, легко, есть сложности, нет. Особенность какая, не плоская гора, это плоская гора называется кондитер жадина, да, а большая гора, большая гора выпуклая, что мы сюда кладем? Чуть-чуть кремика кладем, в кремик ягоды запихиваем, они хорошо держатся, большая гора, это выпуклая, большая гора. Дальше, мало ягод, нет горы, что делаем? Бублик, бублик или веночек, то же самое, делаем бублик или веночек, это по краю выкладываем, очень так, это и тоже ягодами делают, малайзийскую технику часто делают, шоколадки всякие так запихивают, печеньки там, перемешку с чем-то запихивают, веночек, это когда, ну чуть-чуть-то, наполовину жальюга, у веночка тоже есть свои правила, слушаем все, это сейчас, вот я самую важную информацию вам еще все рассказываю, ну вот, теория, теория, в бесплатном доступе, господи, кто бы мне такое рассказывал в детстве, так вот, прикол веночки, что веночек тоже не плоско размазанные цветочки, не вот так вот размумуенные, а она выпуклая, должно быть, бублик должен быть выпуклый, бублик должен быть выпуклый, чтобы было ощущение, что он такой прямо, вот со всех сторон, такой бубличка, цветочки, ягодки положены, как это делается, не поверите, тоже так же, кремиком выдавливаем, выдавливаем, кружочек раз, кружочек два, кремиком выдавливаем, и со всех сторон обкладываем, что мы там себе придумали, и обкладываем, вот, как ты, сверху, когда пройдем, ну, что ты хотела, в бесплатном доступе, рыбонька моя, без проблем, пожалуйста, записываемся на курсы, пройдем, вообще лучше всего ко мне на очку, что тут проходить-то, дальше, соответственно, и когда вообще нету ничего, ягод нет, цветов мало наделали, делаем полумесяц, это половинка всего лишь, вот вам видно, да, половинка сделана, может спускаться сюда, может не спускаться сюда, достаточно простой декор, ничего там делать, в принципе, так особенно-то, понятно рассказываю, всем понятно, вид сверху, все, три типа, три типа, чем вы делаете, другой вопрос, мы сейчас это не будем на этом останавливаться, потому что не эта тема нашего декора, да, курса, делать чем-то можно, то есть методов много, чем украшать много, и цветы, и ягоды, и шоколадки, и малазийская техника, и живые там цветы, и мертвые, и все что угодно, любые там помеси, смеси, у них там всякие сочетания, всякие существа, и так далее, и много, противоположность этому, вид сбоку, это когда на торт, ты смотришь сбоку, смотришь на него, и думаешь, боже мой, сбоку, вот тот торт, который у нас на картинке, вот этого курса, смотри, на индивидуальный, правильно, на индивидуальный курс, там советуют прийти ко мне, верно, там инстаграме, там переписка активная, да, да, советуют на индивидуальный курс прийти, а ВКонтакте, между прочим, 50 человек смотрят, все тихо смотрят, ничего не говорят, на всякий случай, вдруг я что-нибудь спрошу, правильно, вдруг я как спрошу сейчас, все, ну-ка экзамен быстро сдали, ну-ка, почему ничего не знаете, почему не подготовились, вот, и так далее, и так, вид сбоку, тот торт, который мы видели с вами, это вид сбоку, это когда какие-то элементы, я извиняюсь за вершение, всунуты в торт, и они сбоку составляют композицию, не поверите, композицию-то составлять элементарно, а именно, она должна быть ровным веером, полукругом вокруг нашего торта, чуть может выходить за края, может не выходить ровным полукругом, при этом, самые высокие элементы должны быть дальше, самые, как бы, низкие элементы должны быть ближе, все очень просто, также я советую втыкивать в торт, не в края, а сантиметр, сантиметр примерно, понятно, от края, потому что, если в края втыкните, большой элемент отвалится, вот, где сантиметр, и втыкивать, мы сейчас будем втыкивать, мы сейчас вот из этого же сделаем, вот, эфир будет сохранен, девочки, да, 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 понятно, да, втыкивать в торт будем, если кто-то видит случайно, там вот у меня в печке, уже печется безе, потому что безе один из самых простых методов украсит красивый торт, итак, безе, все умеют делать безе, или рассказать, как делать безе, скажите мне, чуть пишите мне вконтакте, пожалуйста, чуть-чуть активнее, рыбки мои, солнышки мои невероятные, чуть-чуть активнее, среагируйте, что, что нам сделать с вами, да, печем мы или не печем, рассказать или нет, ну давайте, ладно, расскажу в двух словах, а вот, или не делать, или делать, делать, умеем пишут, а кто-то пишет рассказать, умеем, расскажи, вот, что вы за это имеете, это реклама бесплатная, я сейчас вас буду рекламировать, себя буду вам рекламировать, там спрашивать, типа, а че вы нам все рассказываете, это рекламная акция, я с этого начала, да, свой, свой, этот самый, прямой эфир, то, что рекламная, я сейчас вам буду заблекать вас, своими чарами очаровывать, рассказывать, какой офигенный педагог вы будете говорить что не верю не верю а вот я скажу посмотрите в instagram смотрите там как пишут много всяких хороших слов а вы такие а у нас не пишут и так далее так далее понятно это тоже важно вот вспомнил тоже про онлайн обучение что чаще всего на онлайн обучение консультируют консультируют кураторы кураторы консультируют а соответственно а сам маэстро обычно сидит стороне и бабосы стрижут да вот в данном случае без и умеем пишет все таки да в двух словах расскажу чтоб мы все таки да еще раз прошли все не пробежать раз был разговор в контакте у себя я всех сама консультирую поэтому кстати за очка кто у меня дано не стесняйтесь пишите мне пожалуйста а вот вот валентину прокопчук я уже очаровала все валентин уже все наш клиент на короче смысл такой на один рецептов много тут кстати тоже один из таких ошибок одна из частых ошибок что люди думают что без это один какой-то рецепт один рецепт что там делать без и когда ты слышишь как кто-то делает по-другому без и ты думаешь господи что за отстой вообще без и делать не умеет короче много разных самый простой и быстро пекущийся а еще пекутся по-разному вот так на всякий случай вам объясняю самый простой и быстро пекущийся холодный по-русски холодный если не заморачиваться словами меренга французской швейцарской итальянской а по-русски холодный холодный это ты берешь белок сахар и тупо взбиваешь самый стандартный рецепт это на один белок 50 грамм сахара и белки должны быть но я взбиваю от двух белков два белка 100 грамм сахара белки должны быть обязательно комнатной температуры холодной просто не забьются это нереально а вот дальше комнатной температуры взбиваем сначала белки и для без и я рекомендую медленно и потихоньку всыпать сахар по чуть-чуть и при этом всыпать его уже в конце то есть у тебя белки ты на вид тебе кажется что ли сбились уже взбились прям белки ты как пеппена пышная это как будто ты там не знаю там не знаю половину шампуня бутылки вам вылила вот такая пена уже у тебя на вода ванной воды уже нет все в пене вот и соответственно всыпаешь сахар пудру можно рецепт другой пропорции другие из пудры меньше перетирается поняла да сахаром как бы абразивный эффект такой да с ним чуть-чуть другой эффект на вот давай на французском губы вперед правильно тогда факту папа апа чиmez конечно так вот понятно вам белки взяли взбиваем взбиваем слева из milliseке они почти взбились взяли сам арс и пансы пар cabbage сверху рассыпаем и дальше взбиваем еще минут десять от той 15 почему белок должен не просто хорошо взбиться а прям وال ball взбиться прям очень хорошо взбиться прям вообще взбиться прям волшебно понятно прям очень сильно должен взбиться короче белок вот а я когда до тортов вообще но это было очень давно тут уже сложно говорить это знаете как в том веке на вода я почему-то не думал что вообще так белок взбивать можно мне казалось чуть-чуть вилкой пока как там поколыхал все она взбилась вот да и у нас вопрос ответственный зал а желток что боже мой что делать желтком то все круто продукт неправильный вот это отходы у нас желток вы используете других рецептах которые вы узнаете на наших курсах замечательно я же про рекламу да если желток у что-то сами готовим у меня есть бисквит на желтках у меня есть крем на желтках и и так далее так далее так много чего соответственно много чего есть на желтках вот и желтка что-то готовишь а можно в котлетки добавлять вообще-то и ну то есть много чего куда прям очень долго сбиваем дальше чтобы сделать цветную загогулину чего мы с вами делаем а вот сколько по времени и того взбивать минут 15-20 это года вот дальше цветной загогушек взять цветной загогулина нам нужно во первых насадка раз я использую насадку сейчас покажу на ту и на другую камеру видно вам мало у нее этих штук зубчиков 6 штук всего небольшие достаточно и вот этот выход видите да у меня мизинчик сюда пролезает считается выход сантиметр то есть это от края до края зубчиков сантиметр а вот называется и вот эта насадка она у всех фирм по-разному называется вот у меня которая она называется 1 в 1 c еще бывает с как бы русская и еще я видела о господи 356 что ли как-то б.р. вот в италики например там тоже понятно закрытая звезда это вообще-то по ну по терминологии закрытая звезда на вот смотрим спрашивает по рецепту 100 грамм белка 200 грамм сахара да это многовато у нас с тобой сахара что же получится более тягучие будет больше может быстрее сгореть а вот насадки где-то эротичные такими что походу в контакте не теме смотрят что как-то там про эротику все да мне не жалко конечно вы проекту поговорить на как бы про торты сегодня вот все что эротично в личку пожалуйста вниз эротично да 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 я номер карточки высылаю дальше мы общаемся вы же знаете все же курсы прошла я теперь все умею понятно нужно такая насадка нужно много мешков мы с вами делим белок на несколько частей красим их и тут тоже у нас есть с вами 336 не знаю надо смотреть подойдет насадка или нет надо смотреть я по названию их не все отвечают не вот да и тут соответственно тоже про красители есть некая такая у нас вами жопа вам вас не шокирует это слово это вот он меня настроил я вообще хотя бы хотел приличный мастер-класс провести а именно что так время кстати у нас уже поджимает на быстрее торт делать короче нужны с вами красители или сухие или гелевые жидкими плохо красится белок раз белок вообще плохо краситься два вот понятно илья нурма спрашивает сколько стоят мои курсы в среднем . здесь в москве стоит от пяти тысяч за один рабочий день до 12 тысяч за один рабочий день а вот онлайн курсы стоит от 950 рублей до 20 тысяч рублей онлайн зависимости от курса они разные по размеру так скажем по информативности по важности по актуальности понятно что за 950 рублей там такой курс такой курс то он уже актуальность свои немножко теряет понятно и от хорошо и так взбиваем долго 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 покрасили разделили я делю на несколько мешков то есть в один мешок красненький другой беленький другой там желтенький вместе все засовываю мешок с насадкой понятно объясняю один мешок сейчас вывезем мешков тут гора один мешок с насадкой это важный момент что основные декора не один мешок с насадкой остальные мешки соответственно остальные мешки с разным с этим самым обрезать кончик запихали вместе выдавливаем понятно как любые штучки выдавливаем хотите выдавливайте просто одинаковые хотите завитушки хотите спиральки хотите помочь еще что-нибудь в принципе что конкретно вы выдавливаете же не так важно я соответственно вас пока ждала сделала на сделала вот смотрите завитушки до завитушки всем видно завитушки завитушки и просто будет нельзя не называться пирамидки и просто пирамидки они должны остыть до комнатной температуры и наверно будут готовы дальше после чего мы с вами приступаем к не поверите поиску картинки сейчас мы идем с вами в компьютер будем искать картинку я с двумя телефонами иду в компьютер искать картинку вообще красота вот если кто-то где-то отрубится какой-то эфир ну мало ли да а вот перри переходите тогда в следующем другое в другой другую соцсети там там сможете дальше пройти и так как я ищу соответственно картинки я открываю интернет набираю соответственно например мы делаем с вами там три кота было допишу 3 кота 3 кота там так и пишу 3 кота а нет не написала я так 3 кота 3 кота а вот дальше перехожу в карте а можно показывать туда да туда наверно лучше туда показывать сейчас я попробую а можно камеру не переключить интересную так это можно переключить а какой я камеры буду давайте вас переклю вас переключать вообще скажите мне три кота короче а сколько печь безе спрашивают и градусы и по времени так давайте по безе по времени ориентировочно час час полтора два в зависимости от размера маленькие быстрее пекутся большие соответственно медленнее пекутся на вот и температура чуть ниже ста градусов соответственно почти все духовки 100 градусов не держит и ниже не держит тоже поэтому что мы делаем ставим минимум сколько получается если у вас на высокая температура чуть-чуть при открываем это дает лишний поток воздуха я рекомендую безе печь с вентилятором если есть вентилятор с вентилятором лучше обдув так лучше вот так все эти тоже говорят переключать это переключила сейчас вот мы срач увидите так и это переключила сейчас подождите я пытаюсь переключить кнопку так все вы смотрите я вас держу одной рукой так что осторожно дальше переход 3 кота написала дальше перехожу в картинке видите картинки в картинке вот и еще самую яркую картинку которую могу найти здесь смотрите не подходит картинка почему например вот это нету остатков видите у него не все эти не все ноги влезли то есть я смотрю самые картинки которых полностью вся фигурка влезает желательно чтобы все улыбались и желательно чтобы они были не очень близко друг другу вот здесь например они очень близко друг другу я их не вырежу то есть смотрю какие-нибудь более-менее такие картинки вот мне нравится праздничная картинка очень хорошая дальше что мы делаем мы предположим я их нашла ну вот эту мы до будем с вами печатать сейчас секундочку а вот она здесь открывается у меня вот я на нее нажимаю и у меня google предлагает мне такой вариант сейчас вот так вот найти картинку google зачем чтобы найти как можно более лучше ее вариант как бы не быстро это происходит как вы понимаете вот это же котята это котята да вот видите мне предлагать все размеры маленькие средние большие я нажимаю большие и вода и мне всего одна картинка ну-ка да если назад все размеры давайте посмотрим ну вот он предлагает эти варианты всякие кого тут вот циферки маленькие вот вам не видно не видно вот тут циферки разные написаны вот еще на 600 уже нормально открываем 1000 на 600 до наберу копировать картинку делаю и вставляю в вот тут у меня программу word и вставляю вот зачем я вставляю word рассказываю вам потому что в ворде я понимаю какого у меня будет размера картинка ночью вставляется мне не вставлять чуть не показывает не хочет сейчас секундочку еще разок значит может не скопировалась может быть тогда смотрите открыть картинку в новой вкладке смотрите видно открыли она все на маленькая какая-то подождите раз-два нажать на нее а вот так нажимается вот да дальше копировать картинку и опять пробуем вставлять бывают вариант когда значит не вставляется но очень редко да все сейчас вставляется вот картинка я вижу зато на обычном листе сейчас я вам попробую показать какого она размера получается мне вот этот лист как бы дал для меня как стать измерительный инструмент дальше я делаю перевернуть лист вот у меня здесь разметка страницы в моем компьютере даже видно не видно моем компьютере разметка страницы ориентация альбомная вот и нажимая на картинку за краешки у нее тяну эти она как бы расширяется и дальше смотрю прям сантиметрах сколько мне надо чтоб она получилась на всякий случай я рекомендую распечатывать черновик на обычном принтере распечатывать картинку и смотреть какая она получается если же соответственно черновик вам нравится вот черновик у меня получился да да мне нравится черновик норм то тогда только тогда распечатываем картинку на съедобной бумаги если у вас сейчас подождите в принципе тут все сейчас я вас переключу всех подождите секундочку вот если у вас нет распечатываемой удобной бумаги если у вас нет сейчас все все правильно и если у вас нет распечатЫем на съедобной бумаге и сим у кого есть распечатываем на съедобные бумаги и печатаем осложнено тем что у меня распечатываем на съедобной бумаге находится на полу сейчас я она у меня две своих на полу я сейчас туда полезу вы будете наблюдать sebelum и заднюю часть поэтому не пугайтесь пожалуйста как бы я на пушу принтер не пищевый принтер стоит да То есть, это принтер обычный, в принципе, струйный, в котором заменены картриджи. Сейчас кто умный, меня поймет, кто не умный, спросите потом. Ну, кто разбирается в технике, я тоже не сама, знаете, придумала. Вот, да, там заменены картриджи, в эти картриджи пищевые красители влиты. И, по сути, получается, что ты на съедобной бумаге, с съедобными красителями, на обычном принтере это можешь печатать все. Ну вот, так, кладем. Дальше, по поводу бумаги, кстати, тоже вариантов много у нас. Я беру тонкую вафельную, она дешевле по стоимости, вот, и меня, в принципе, устраивает. Можно печатать и сахарная бумага предлагают, и вафельная потолще бумага предлагают. То есть, в принципе, все равно, на которое вы печатаете, я печатаю, на такой она мне нравится больше всего. Сейчас у меня будет печатать, я надеюсь, все-таки оно начнет печатать. Все-таки я там буду на полу ловить картинку и пойдем расскажу, как с этой картинкой дальше работать. Если прервется эфир где-либо, ну вообще в Инстаграме, скорее всего, я начну сразу следующий, переключайтесь сразу на следующий эфир. Ну вот, соответственно, если прервется эфир в ВКонтакте, тоже начну следующий, переключайтесь на следующий. В ВКонтакте, по-моему, он не прерывается. По-моему, он в этом Инстаграме ограничение, и все. На сахар или на Вафель Андрианова спрашивают, вот я ответила. Вот. Вот распечаталась картинка, да, и пошли, соответственно, дальше с ней работать. Сейчас беру все телефоны свои 100 штук, и мы идем. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, отлично, 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 супер. Так, распечатали картинку, видно? Видно. Следующее, что мы с вами делаем, да, это мы. Вообще, в идеале, мы когда придумываем торт, мы отталкиваемся от этой картинки. То есть, вообще, то есть я смотрю-ка, на какие цвета в ней есть, то есть на героев, не на фон, а на героев. Какие цвета есть у героев? Красный, синий, зеленый, еще какой-то. Это зачем? Чтобы мы могли с вами декор здесь сделать тоже таких же цветов. Те же завитушки такие цвета, те же там пизе такого цвета. Если у вас, например, все герои синенькие и зелененькие, то и вы делаете синий-зеленый торт. Если они красно-желтые, красно-желтый торт. Я рекомендую при этом основу торта делать посветлее, и яркие на ней детали так смотрятся лучше. Так, Кристина не поняла с красками. Какими красками ты не поняла, что ты красить собираешься? С этим это пищевой принтер на пищевой бумаге, специальная пищевой краситель. Он так и называется, пищевой. Сколько можно хранить картинку? Наверное, месяц-то можно. Она сохнет, потом становится более хрупкая просто. Вот. Понятно? Отлично. Итак, понятно всем. Что мы делаем дальше? Так, что все просто и замечательно. И сейчас мне надо, чтобы вы у меня... Вот здесь вот вниз вы сможете смотреть, да? Вам видно там что-нибудь? Да, вам тут видно. А вы у меня не сможете смотреть. А может, сможете? Сейчас я попробую тоже сделать, чтобы вам тоже было видно. И смогу. Так. Попробуем. У нас тоже сюда. Чтобы было видно, что мы дальше делаем. Так что надо укрепить эту картинку. И я советую, соответственно, нахер вот таким образом. Сейчас я буду показывать. Таким образом я советую укреплять. А зачем вам укреплять? Чтобы она на торте у нас стояла. То есть, в принципе, укрепляем-то мы для этого. Ну, в принципе, видно вам, да? Будет видно, да? Все, в принципе, видно. Итак, первое, что мы делаем. Вырезаем картинку. Обычными ножницами. Ничего здесь такого сложного нет. Я только ножницы хочу поменьше найти, чтобы резать было поудобнее. При этом я режу не четко вот по контуру ручки, вырезаю ножки, а как бы сглаживаю немножко весь рисунок. Сглаживаю немножко весь рисунок. Для начала, чтобы мне было удобнее, я разрезаю на несколько кусочков. Видно? Видно? Потом вырезаю с запасом. То есть, такое ощущение, как будто 2 миллиметра. Видите? Как будто 2 миллиметра вокруг контур такой оставляю. Зачем? Да потому что нам потом это вырезать из мастики. Нам потом это с вами вырезать, соответственно, вставлять в торт. Нам же самим легче с вами будет, будет меньше рваться, там, кусаться бумагой и так далее. Что нам надо сделать? Нам надо сделать с вами ровный низ, потому что картинка должна стоять. Вот, да? И ровный низ где-то рядом с ногами желательно, чтобы был. Видно, что получилось? Вот, да? И мне здесь не нравится вот этот уголок. Вот этот, видите? Я его сейчас тоже чуть-чуть немножко скруглю. Вот такой, чтобы не получился. Вот у меня один герой уже готов. Да, сейчас я быстренько вырежу остальных героев. Вот. Я, к сожалению, вообще не фанат этого мультика, хотя я его часто доделаю. И я не знаю поэтому, как их зовут. Я знаю, девочка, папа, вот это вот, ну как бы брат ее получается. Их, наверное, же как-то зовут. Вот. Видно, как быстро получаются. Они яркие, задорные. Вот. При этом я напечатала еще цветной фон. Они вообще очень ярко будут смотреться. Вот. Также не старайтесь вырезать. Вы, например, волосики вот эти все равно, как бы не вырежете тонко. Но у вас зато так будет аккуратнее смотреться работа. А на тортах важно, что аккуратность. Очень-очень важна аккуратность. Так. Сделали. И сейчас уже сделаю это. Дальше мы сами. Для того, чтобы они держались на торте, не надо их приклеивать просто так. Они могут размякнуть. Может, с ними там еще что-то произойти, да. Для того, чтобы они держались на торте, вот. Их надо укрепить. И укрепляем их мастикой. Мастика должна быть плотная. Слышно всем. Я ее называю для лепки. И вообще обычно она продается с таким названием. Для лепки. Соответственно, ее надо раскатать. Притом достаточно толстым слоем. Толстым слоем ее достаточно надо раскатать. Ну вот. Если прилипает мастика, используйте крахмал кукурузный. Или там еще что-то. Почему толстым слоем? Потому что нам надо еще посадить на палочки с вами. Наших великих героев. Вот. Чтобы у нас они держались на палочках, да. Палочка должна быть. То есть слой должен быть достаточно большой, достаточно толстый. И тут я понимаю, что у меня по ширине-то нормально, по толщине, а по объему не хватает. Что можно сделать в таком случае? Добавить мастики еще какой-нибудь другой. А вот. Да, есть у меня же наверняка для лепки еще что-нибудь. А вот. Сейчас я посмотрю. Или давайте я вам покажу просто на одном герое. Там на двух героях. Два героя влезут у нас. Два героя влезут. На двух героях покажу и все. Так будет, наверное, проще. Ну вот. Дальше. Для того, чтобы прилипла картинка, для того, чтобы прилипла картинка, мы с вами должны, сейчас я посмотрю, как мне, ну вот так вот, да. Мы с вами должны ее чем-то приклеить. Я рекомендую использовать декор-гель. Я его покупаю прям готовый. Он прям декор-гель так и называется. Гель-кондитерский прозрачный или декор-гель. Большой банки. Вот. Чтобы не лазить туда прям целиком, я сейчас сюда выложу немножко. Да, вот. Прям небольшое количество. Берем кисточку. Да. И я рекомендую смазывать картинки для того, чтобы нам с вами мастику всю лишнюю не пережижить. Итак, как следует, прям хорошенечко смазываем картинку. Вот. Прям хорошо, хорошо. Раз. Смазываем. Два. Дальше, так как мне известно, сколько мы с вами намазали. Следующий этап мой, который я тоже рекомендую сделать, это промокнуть немножко. Да, чуть-чуть промокнуть. Излишек, чтобы убрать. Вот. И потом уже только мы с вами приклеиваем бумажки. Какую брать мастику вот сюда в основу, да, вот сюда в основу, рекомендую белую для лепки. Мне нравится для лепки Model Past. Другие мне не нравятся. Ну вот. Так же сверху. Ну, сейчас для гигиены я это делаю просто, чтобы... Да? И переворачиваю на какое-то время, не так, чтобы оно как следует приклеилось. Ну, в принципе, вот достаточно уже. Да, что мы делаем с вами дальше? Дальше мы смотрим, какие мы еще элементы хотим... Дальше сюда поставлю. Какие мы еще элементы с вами хотим использовать в торте. По сути, я рекомендую использовать все, что вы можете найти нужного цвета. Я, например, сегодня ходила в магазин сейчас за палочками, за шпажками. И нашла там вот такие леденцы замечательные, которые нам тоже подойдут. Понимаете? Вот. Они нужного цвета. Они же красненькие, желтенькие. Они покупные леденцы. Что могут быть? Могут быть печеньки. Печеньки могут быть залитые айсингом, не залитые айсингом. Покупные, самодельные. Не имеет значения какие-нибудь печеньки. Вот. Что может быть еще? Маршмеллоу. Может быть, зефир. Может быть. Все, что хотите. Понятно? То есть, в принципе, все, что угодно может быть. Вот. Помним, что карамель достаточно хрупкая. Лучше не ронять, конечно, и так далее. А вот. Подготавливаем. То есть, элементы прям берем и выбираем. По элементам я бы рекомендовала использовать три размера. Большие элементы раз. Средние элементы два. И маленькие элементы три. Чтобы казалось много всего. Ну, то есть, по сути, это все, что нам нужно. Чтобы казалось много всего. Это, наверное, самое-самое-самое главное. Так, сейчас мне надо вырезать. То есть, подготовка элементов у нас какая сейчас? Сейчас я буду вырезать. Видно, не видно? Видно вроде, да? Сейчас я буду вырезать. Остатки вот эти вот, которые... Ну, в смысле, картинки, которые я подготовила. Для этого... Я использую скальпель, а вы используете, что у вас есть. Любым ножом это можно сделать. Не имеет значения, в принципе, да? Вот, я прямо ровно по краешку. У меня кондитерский скальпель может быть абсолютно любой, художественный. Ровно по краешку вырезаю. Вот. Что тут сложного нет? Все, в принципе, замечательно, легкое и простое. Что у нас тут сложности какие? Найти мастику раз. Разобраться в мастике, какая из них для лепки, не для лепки. Купить белую мастику. Вот у меня оранжевая, потому что у меня фон желтый. Нормально будет. Понимаете? Если у вас фон любого другого цвета, лучше белую. Белую. На белой все смотрится хорошо. Потому что здесь тоже вот белые элементы, которые есть, вот белые элементы, которые есть, они здесь чуть-чуть в оранжевый отдают. Если будет белая основа, белая основа мастик, она и смотрится хорошо на торте, чисто очень. Вот, да? И у вас белые элементы белым будут отдавать. Они непонятно чем, как у меня. Ну, вот, да? Мастика вся многоразовая, поэтому остатки не выбрасываем. Собираем. Вот. И дальше, соответственно, я туда выпихиваю палочки, да? Как она будет держаться. Палочки нам нужны достаточно большие, серьезные, чтобы они все-таки у нас в тортике проходили примерно до полтортика точно. До половины торта должны входить палки. Вот, да? И аккуратно запихиваем. Каким образом? Я держу верх немножко. Понятно? Придерживаю верх. И по земле, да, как бы впихиваю палочку. Иногда, когда мало мастики, бывает так, что палочка здесь выходит, вылазит. У меня вот получилось, в принципе, хорошо. Ничего не вылезло. Ну, вот. Понятно объясняю? То есть придерживаю сверху, вот на это место жму прямо, так как тут картинка, это не так видно, в принципе, будет, если мало ли что-то где-то вылезет. Ну, вот. И как бы в середину, и пальцами, вот, пальцами я чувствую, как она лезет, эта палочка. Вот вылезла, по-моему, да, видите, почти. Если мало ли вылезла, ну, мало ли, бывает такое, не рассчитал. То есть должна держаться хорошо. Вот у меня, прямо на грани. Видите, прямо на грани. Вот. Инстаграм завершен, у нас уже все. Сейчас мы поделимся в истории. И начнем новый прямой эфир. Потому что... Так, инстаграм продолжаем эфир, надо делать тортик. Вот, да, если мало ли вылезает, то мы делаем заплатку. Да, и заплаткой заклеиваем. Да, и заплаткой заклеиваем. Чтобы у нас держалось хорошо. Отлично. Итак, подготавливаем элементы. Вот это среднего размера элементы. Видите? Средний, 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 средний. Дальше, соответственно, большие элементы. Это у нас, да, безе. Вот они у меня, в принципе, за полтора часа высохли. В хорошем состоянии они. Видно, что по цвету оно все такое радостное, красивое получается. Видно, очень хорошо смотрится. Вот я сделала мелкие. И, соответственно, а мне маленькие, это где маленькие, Оля? А где маленькие элементы? Алло. Василий спросите вы, где маленькие элементы? Ты чего? А маленькие элементы, соответственно, это... Это, это... Смотрите, я чуть себя включу, чтобы тоже у меня видно было. Маленькие элементы, это посыпка. И она, вид, у меня была. Сейчас я найду, вот она. И это посыпка. Это маленькие шарики. Да, вот прям, ну как объяснить-то, видно будет, не видно? Видно, маленькие шарики, маленькая посыпка нужного цвета. Вот она такая же разноцветная, как и здесь. Что мы делаем дальше? Мы с вами дальше берем торт, да, обмазываем его любым кремом, который есть. Не подходит для обмазки. У меня же одна выступила тоже женщина о том, что что такое обмазываем? Нет, используют типа понятие финишный слой. И у меня Адрианова такая говорит, Оля, это из ногтей финишный слой, это из ногтей. Нет, в тортах финишный слой. Нет, употребляют слова все, кому как удобно. Но обмазка, всю жизнь была обмазкой и так далее, и так далее. Понятно? Так вот, короче, взяли, обмазали, понятно, торт. После чего, чтобы он был поровнее, используют два инструмента, скребок и спатулу. Вот, например, ставим его на крутящийся столик. У меня сейчас здесь все стоит, мне сейчас тут все мешается. Это же понятно, конечно. Да, берем или спатулу, или скребок. И работаем дальше, мы с вами работаем гончаром. То есть наша задача ровно крутить, ровно крутить, приставляя в этот момент нашу лопатку. И вот здесь, кстати, в контакте очень хорошо видно. Если я поставлю вот так лопатку, он ровный, то и будет. Вот так подставлю лопатку, он будет под углом. Вот так поставлю лопатку, сейчас туда покажу. Он будет вот под таким углом. Ровно ставишь, будет ровная. В принципе, все. При таком дизайне, который мы проходим сейчас, даже вот этот красивый край не обязательно делать красивый. Потому что мы оставляем там крем, в моем случае, так как крема нет. Я мажу дополнительно декор гелем. Видите меня? Дополнительно. У вас тут крем везде. У вас и так торт липкий, у меня просто не липкий же торт. Вот, краешек. Я промазываю декор гелем. И весь этот краешек, который у вас сейчас пока страшный будет выглядеть. Мы с вами засыпаем, понятно, посыпкой. Прям засыпаем, засыпаем посыпкой. И все. И у вас по сути получается, что у вас край полностью декорирован. И ужасов-то, ужасов вообще не видно. Вот. То есть для того, чтобы сейчас на этом этапе не заморачиваться. Вы понимаете, да, еще раз. Мы проходим некий такой вариант, достаточно простой. Чтобы вы дома реально смогли... Каждый сам сходил в ближайший кондитерский магазин, распечатал картинку. Купил там 50 грамм, 100 грамм мастики, да, для лепки. И каждый сам сделал офигенный красивый торт. Вот. Также хорошо, если у вас где-то этот вот, да, попадет где-то вот на основании еще. Да, да, эта посыпка, она все равно липнет, она все равно очень красиво получается. Ну вот. То есть хорошо, если у вас она еще где-то сбоку торта будет. Вот. И что, вот так тоже будет хорошо смотреться. Вот. Я делаю, вы видите, сейчас... В инсфе отключился заново. Я же на зону заново зашла. Вот. Да. Я делаю сейчас вот здесь вот просто на тарелке накрутящейся. Вы делаете в любом другом, на любой другой тарелке, которая вам есть. Уже, в принципе, торт хорошо смотрится. После чего мы выбираем самую красивую сторону, которая будет передом. Самую красивую, самую, самую. Та, которая прям самая лучшая. И дальше начинаем втыкать декор. Вот. Соответственно, самые длинные детали мы втыкаем в самые дальние. Я сейчас к вам лицом делаю. Да. Самые большие детали идут самыми дальними. Вот. Самые большие, самыми дальними. Дальше у меня герои, между прочим. Они-то у нас тоже большие. Но они на очень больших палках. Я сейчас палки немножко подрежу, потому что они так не войдут. Ну, в смысле, войдут, но зачем? Вот. Да. Так, мальчика тогда куда мы ставим? Мальчика сюда, наверное, мы поставим. Вот так вот. На мальчика вниз прям в самый раз. Девочку. Перед ним. И вот героев я, кстати, тоже рекомендую не обязательно ставить так, чтобы прямо... В данном случае не хочет входить, но сейчас мы сделаем. Да. То есть они могут друг друга перекрывать. Чуть-чуть еще что-то. Смотрите так, как вам. Как вам. Вам должно быть красиво. Это самое главное. Вот. У меня связано с тем, что у меня пенопласт у меня не очень хорошо входит. У вас должно все входить лучше. Вот в той камере смотрится лучше, потому что ваша камера, да, она немножко берет под другим ракурсом. Вот. Соответственно, что у нас еще есть? У нас еще есть с вами другие безешки, которые, да, мы можем поставить сбоку, чтобы они торчали. Вот с этой стороны или с этой стороны. Красненькую, может быть, сюда как-то запихать. Смотрите, да. В крем мы ее утапливаем с вами. В крем утапливаем. Дальше для того, чтобы сохранить ощущение веера, да, леденцы или любые длинные детальки втыкиваем с двух сторон под разными углами, да, немножко под разными углами. Вот. Сейчас я посмотрю, что мне не видно. Большеватые у нас леденцы. Подальше, значит, их надо воткнуть. Если они большие, значит, их надо воткнуть подальше. Так. Они высокие слишком, да, поэтому мы их подальше втыкаем с вами. Вот. И маленькие детальки, соответственно, у вас просто на крем, у меня просто крема нет, да, приклеиваем уже к торту. Будет держаться-то, господи. Да, и маленькие детальки приклеиваем к торту. Хаотично. Сейчас, в принципе, в моде. Хаотично все. Так. Приклеиваем хаотично. Ну что, дорогие мои, наш торт практически готов. Смотрите, какая получается красота. Вот. Блин, я так не вижу. Сейчас, подождите. Раз, два, вот сюда вот. Третий. Видно? И оставшиеся безешки можно запихать сзади. Потому что сзади, видите, как оно выглядит? Не очень хорошо. Да, и для того, чтобы закрыть тоже палочки и там еще что-то, можно воткнуть сзади оставшиеся безешки, просто чтобы они у нас тоже пригодились. В принципе, смотрите, яркий солнечный ток. Еле-еле там с рассказами, со всем таким прочим. Готов. Очень классный, очень замечательный. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота у нас получилась. Сейчас туда тоже покажу полностью. Да, это вот это нормально, замечательно и красиво. Тоже, где муты. Прям буквально из ничего. Вот. Понятно, что можно все, что у вас будет по цвету подходящее, сюда положить. Соблюдаем, какие правила. Высокие части, вот эти у меня, видите, высокие были. Я хотела сбоку, слишком массивные. Сзади поставила, смотрится хорошо. Сами видите, да? Сзади хорошо смотрится. Спереди или вот сбоку, они вот это самое. Безыграть не видно за героями. Видно, по правде. Если смотреть там с другого ракурса, мы же с вами не только ровно сбоку, у нас же еще клиент это будет смотреть. И ощущение, как будто бы, как сказать, оно более густое, такое, более насыщенное. А вот. А вот герой, да, да, видно. Может, герой чуть побольше. Но, опять же, задача не без этом, показать о герой. Это самое главное. И вот таким же образом можно ставить надписи и все такое прочее. Ну что, дорогие мои, стало ли вам легко? Кто будет повторять тортик, пишем мне срочно единичку.